Всем привет! Вы на канале Verbo Nails и сегодня будем делать коррекцию вот этим ноготкам. Здесь моя работа, которая 3 недели выполнена в технике гель-лак. Сегодня будем делать лепку гель-пластилином, такую миниатюрную, аккуратненькую, поэтому если вам интересно, оставайтесь со мной. Эта клиентка всегда носит ногти по 3 недели, если ее не вынуждают обстоятельства носить дольше, но в основном это всегда 3 недели, не любит, чтобы они сильно отрастали. Также мы всегда делаем гель-лак, так как ноготки хорошо носятся, никаких проблем никогда не возникало, не вижу смысла переходить на твердые или жесткие материалы, поэтому остаемся в технике гель-лак. А это я вам хвастаюсь своей новой пилочкой от Algebra на вспененной основе файлы сменные, мне этим они очень понравились. Файл разрезаю пополам, так как мне хватает половинки для работы на всех ногтях. Мы будем выполнять комбинированный маникюр в классической схеме машинка и ножницы, но предварительно подталкиваю кутикулу апельсиновой палочкой, здесь очень миниатюрный такой карманчик кутикулы у клиентки, поэтому нужно работать очень аккуратно. По этой же причине я работаю красной алмазной фрезой и после того, как поработала в двух направлениях с переключением на форвард и ревес, я срезаю кутикулу ножницами. Нам осталось зашлифовать срезы той же самой алмазной фрезой с красной насечкой, единственное я понижаю обороты до примерно 5-7 тысяч. Маникюр готов, я убираю пыль влажной салфетки с кожей рук, затем протираю другой салфеткой смоченную в обезжириватель именно ногтевую пластину, дабы обезжирить и тщательнее убрать пыль. Затем наношу подготавливающие жидкости, у меня это праймер бескислотный и наношу тонкий слой каучуковой базы. Работаю по 4 пальчика на одной руке, затем большие пальчики отдельно и после того, как я сделала подложку и просушила ее в лампе, я делаю тонкий выравнивающий слой. У этой клиентки свои натуральные ноготки имеют достаточно выраженный изгиб, поэтому здесь важно не перегрузить ноготь и сделать совсем легкое выравнивание, тем более клиентка хорошо носит покрытие. Сегодня знаным цветом у нас будет вот такой гель-лак от Rosalind. Делала распаковку этих гель-лаков в одном из предыдущих видео, ссылочку оставлю. Кстати, для гель-лака, который очень широко представлен на сайте Алиэкспресс, очень хороший гель-лак, мне понравился. Хорошо наносится, плотная пигментация даже самовыравнивается, как будто. Тут мы с клиенткой подобрали подходящий оттенок гель-лака для фонового ноготка, на котором у нас будет делаться лепка. Наношу его также в два тонких слоя и в принципе видно по нему, как он хорошо выравнивается. Для пастельного гель-лака я считаю, что это неплохо. Перед нанесением второго слоя подталкиваю кутикулу апельсиновой палочкой или пушером и затем наношу уже второй слой. Здесь на этом слое можно сделать тонкую аккуратную прорисовку тонкой кисточкой возле кутикулы боковых валиков, в принципе, чем я и занимаюсь. Наш дизайн лепка мы будем делать по финишному покрытию. Нам нужны готовые ноготки полностью, поэтому я наношу топ с легким выравнивающим слоем сразу на все ногти и на тот ноготок, на котором будет дизайн. Ну что, теперь непосредственно к самой лепке. Мне понадобится два вот таких пластилина. Один у меня от торговой марки SOTA с латового цвета, а беленький от EMI. Для цветочка из белого гель-пластилина катаю три миниатюрных шарика, креплю их на ноготок и затем кистью, у меня силиконовая такая остренькая кисточка, которую я смачиваю в обезжириватель, формирую лепесточки. У меня на канале есть подробное видео, где я рассказываю про свои гель-пластилины и какими техниками я работаю, поэтому если вам интересно подробнее, как это можно сделать, то вот ссылочка на видео. На данный момент, конечно, это не самый популярный дизайн, лепку заказывают у меня не очень часто, но есть клиентка-любительница, которая делает каждый маникюр, лепку на ногтях, а вот это решила попробовать впервые что-нибудь слепить себе на ноготочке, поэтому такая миниатюрная лепка. Я за разнообразие дизайнов, поэтому с удовольствием согласилась сделать что-то подобное. Когда белые лепесточки у нас были готовы, я просушила их в лампе 30 секунд, а затем уже работаю дальше с салатовым пластилином, те же самые шарики, только более миниатюрного размера, точно так же вылепливаю их кисточкой смоченной в обезжириватель. Проделываю то же самое с оставшимся зелененьким лепестком, фиксирую в лампе, а затем у меня есть белая гель-краска без липкого слоя, к которой добавляю вот такие беленькие усики, просушиваю в лампе и затем добавляю на эти усики парочку точечек. Вроде бы ничего особенного, но такая миниатюрная деталь, которая разнообразила как-то дизайн и объединила лепку и сам ноготок. В центр ноготка осталось добавить стразик, фиксируем в лампе, можно по краешку стразика пройтись еще матовым топом для надежности, а мне осталось сделать опил формы и ноготки готовы. Конечный результат, клиентка осталась довольная, напишите в комментариях, как вам маникюр и вообще ваше отношение к лепке, сделали бы себе такое. Несмотря на какую-то несовременность этого дизайна, как пишут многие, мне все равно нравится лепка, это очень красиво, утонченно смотрится, поэтому делала и буду делать, если об этом просят клиенты. Ставь пальчик вверх, если видео было интересным, жду ваших комментариев и до новых встреч с новых видео, пока-пока!